Новая транспортная артерия соединила улицы Автозаводская и Шоумова, упростила движение автолюбителей микрорайона «Новая жизнь». К ремонту участка протяженностью чуть больше километра приступили в прошлом году. Тогда же подрядчик выполнил основной блок работ. Специалисты уложили слои дорожной одежды, перенесли инженерные коммуникации. За ремонтом трепетно наблюдали местные жители. Для них новая дорога – событие долгожданное. Признаются, раньше передвигались трудом. Особенно тяжело приходилось пожилым людям, инвалидам и мамочкам с колясками. Дорожное полотно рябило ямами и ухабами. А теперь же для удобства есть специально оборудованные пандусы. А для владельцев автомобилей предусмотрены дополнительные парковочные карманы. Конечно, для меня очень тяжело было. До ратных ехать, куда-то промышленные выехать или до ватры подняться. Особенно для нас, пенсионеров, уже возраст. Где-то ноги болят, где-то поясники болят. Для этого, конечно, я довольна буду за то, что эта дорога откроется. И сразу совшую зятью, сыну, могут они уже рядом приехать и останавливаться. Мы очень рады, что открывается, потому что очень удобно. Потому что будет ездить в маршрутке, доехать до центра. Очень будет с детьми удобно. До этого, как сказать, здесь вообще дороги не было. Сейчас сделали, новый асфальт положили. Очень хорошо. Открытие новой дорожной артерии – часть формирования комфортной городской среды в микрорайонах Ульяновска. К вопросу модернизации подходят комплексно. А так до конца года в новой жизни завершат строительство поликлиники. Такую задачу поставил губернатор Алексей Русских. Также взят на контроль вопрос транспортной доступности. Речь об открытии новых маршрутов. Все, что делается в городе, все, что делается в регионе, в конечном итоге это все делается для жителей региона. Поэтому очень приятно участвовать в таких вот событиях, когда что-то строится, что-то создается. Особенно объекты социальной инфраструктуры, новые дороги. Обновление инфраструктуры микрорайонов организовано с поддержкой Федерального центра по нацпроекту «Жильё и городская среда». Кроме того, в области действует программа «Мой двор». По ней до конца года отремонтируют больше 200 дворовых территорий.